Таня Славина. Я... Таня Славина. Таня Славина. Я единственная, по-моему, представляю нашу кафедру и даже, по-моему, зарубежную кап-страны. Мы так немножко в особенных, к сожалению, были, держались. О чем сожаление? В поле рождения рога. В поле рождения рога. И Лена Гончарова заболела. Ну да. На факультет я попала совершенно случайно. Я металась, по-моему, с первого класса, где-то между геологией, выбирала геологию или филологию. Но даже перешла в филологическую школу, в литературную школу при филфаке. Но увидела там в этой школе одни девочки, три мальчика в очках. И я бежала позорно из этой школы назад в свою старую школу. Но филологии решила, нет, никогда. Филфаке, геология, много математики. И химия. И химия. Все это мне не нравилось. И тогда мой папа умный, который у нас, кстати, читал геологию. Он сказал, иди на географический. Я говорю, зачем мне географический? Географию я не особенную. В школе география совершенно не та. Ужасная география, школьные, теперестые, кучевые, меридианы, параллели. Что это такое? Я все спрашиваю. Ну, папа, не дай, профессор, он сказал, ты путешествовать, ты любишь? Я говорю, очень люблю. Ну и все, иди. Там есть зарубежка, там есть экономическая география зарубежных стран. КАП-страны я решила, это вообще, это другая планета просто. КАП-страны нет. СОЦ-страны как-то ближе, все. В общем, у СОЦ-страны. И что было самым-то главным, даже не папе, но это убеждение, я пошла на день открытых дверей. И тут я увидела, какие мальчики, какие девочки, какие преподаватели. СОЦ-страны красивые девочки. Да, и даже СОЦ-страны, по-моему, я выбрала, потому что у нас там Валин. Очень интересный такой был Болгарин, преподавал на нашей кафедре. Ну, в общем, вот случайно совершенно, можно сказать. А, как уже все говорили, тоже потом все получалось как-то тоже в жизни случайно. И разные профессии меняла, и города, и страны, и так далее. Но, в общем, наша базовая подготовка помогала везде, и когда я работала, экономикой занималась в Академии наук здесь, и уже в Америке, когда я занималась и социологией, и социальной работой, и менеджментом, и чёрт знает чем ещё. И потом на телевидении там работала, в учебной программе. И, короче говоря, сейчас я простая учительница, ну, не простая в университете, преподаю русский язык, литературу, культуру. Я очень счастлива, потому что я привожу своих студентов, я привожу их в университет к нам, я привожу их сейчас в Прагу. Наша первая практика была в Праге, когда-то привожу их в Прагу. Так же, как нас возили когда-то в Прагу, я сейчас вожу туда, в Прагу. О чём я жалею, сожалею, это только о том, что мы общались очень вот своей кафедрой как-то. Ну, и сейчас мы продолжаем дружить там со многими, но, или виртуально, или реально. Но, вот как мы уже сегодня все говорили, вот с Раей, в частности, обсуждали, что, вот я не видела у многих очень много лет. И даже когда мы учились, мы не очень много общались. Ну, первый, с Лусатина, там, ну, первые, там, в одной группе были, там, в одной группе были, там, с Любой, там, были, ну, так далее, с Аркадием, с Сергеем, там, ну, мало людей, в общем-то, в принципе. И вот о чём я сожалею, что надо было общаться, конечно, больше. Вот сейчас мы оказались рядом с Людой, и оказалась у нас судьба просто очень похожая. В один год жили, мы вышли замуж, в один год родились дети, оба стали художниками, оба живут в Америке. В общем, какое-то вот потрясающее совпадение и с Любой, и с Раей, и так далее. Но я думаю, что какие наши годы, мы можем ещё это всё, да? Можем, можем. Тем более, что, собственно, уже нету, кафедры наши нету, никого здесь представителя нету, поэтому я перепрещу, я сейчас к вам примутаю ко всем. И, может быть, следующие какие-то наши встречи, сегодня через 10 лет, а раньше, мы можем, почему, не сделать какие-то выездные сессии, да? Рыбалки, охота, грибы. У нас стало сетеваться, что может быть там, кафе, где-то выездные сессии. Анкету, пусть пустите, анкету. Пустите анкету. Что вы можете предложить? Вот. Так что давайте за наше будущее, чтобы нам встречаться. Это совершенно неожиданные какие-то встречи, уже совершенно другой уровень. Мы почти не общались с ним по двору, даже на факультете очень редко, а как родные, просто абсолютно. Хочется обнять, хочется поцеловать, хочется говорить, рассказывать и так далее. Это даже об успехах и обо всём о сравнении даже лучше. Так что давайте за нас, за нашу область.